Так, ну что, мы вернулись. Мы сделали быстренько подмену стикеров. Большое спасибо Сабине. Сабина на самом деле в своем докладе немного упоминала клуб руководителей проектов, который они создавали, и мы решили, что будет очень интересно продолжить вот эту тему и немножечко ее раскачать, потому что профессиональные сообщества, как внутренние, так и внешние, и Global Alliance, например, тому же самому, яркий тому пример, очень сильно позволяют как свои компетенции прокачать, так и расширить какие-то знания и так далее. И поэтому мы сегодня пригласили Арсения Маслова. Он основатель и управляющий партнер PM Pro Club. Мы практически, наверное, все из лидеров клуба являемся членами этого клуба. И на самом деле это достаточно ценно, поэтому, Арсений, расскажи нам, в чем же магия и в чем же секрет? Окей, хорошо, спасибо, Женя. Всем привет. Как Женя правильно сказал, я являюсь основателем и управляющим партнером клуба профессиональных управленцев PM Pro Club. Занимаюсь проектным управлением порядка 20 лет. Работал в совершенно разных компаниях – российских, японских, европейских, американских и так далее. Работал в совершенно разных областях, то есть в производстве, ритейле, в IT. Управлял крупными программами проектов. На 6 миллиардов рублей управлял огромной толпой народа. Как бы это громко не звучало, но испытал на себе много чего. Последние несколько лет я активно занимался внедрением проектных офисов и развитием, соответственно, профессионального сообщества. О чем бы хотелось сегодня, наверное, поговорить? Ну, во-первых, клуб в двух словах «маленькая реклама» существует с 2018 года. Мы способствуем развитию, являемся, исполнительный контракт, выступаем площадкой, клуба, замечательства и так далее. Смысл в чем? Смысл в том, что сейчас основным источником информации об интересных проектах, интересных позициях и вообще интересной деятельности выступают люди. Люди в том смысле, что то окружение, с которым ты общаешься, чем более близко оно к тебе по твоим потребностям и по твоим мировоззренчатым каким-то аспектам, по твоим этическим нормам, тем проще тебе воспринимать возможности, которые открываются перед тобой другими людьми. И сейчас очень многие позиции интересные, которые появляются, они находятся не через HeadHunter и отнюдь не через какие-то там сайты, другие сайты, Job.ru или еще что-то, сайты поиска персонала, поиска вакансий. Это сейчас все строится через исключительно связи. И профессиональное сообщество, не просто сообщество, а профессиональное сообщество начинает играть очень важную роль. Я наблюдаю это последние года четыре, когда профессиональное сообщество является таким центром отбора экспертизы, потому что есть in-house сообщества, есть которые расположены, скажем так, или инсайты расположены внутри компании, и многие, в том числе и государственные компании этим занимаются, создают некие профессиональные сообщества внутри себя. Я считаю это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, это очень сильно ограничивает вас возможности оставаться в профессиональном сообществе после выхода из компании. Не секрет, что не так много людей работают в одной и той же компании годами. То есть есть люди, безусловно, которые могли вырасти в компании с самого начала, до самого конца, до самой пенсии, но чаще всего профи меняют компанию каждые два-три года. И если ты вложился очень сильно в какое-то сообщество, а после этого ушел из компании, ты доступ к этому сообществу чаще всего теряешь. Есть исключения, но чаще всего это так. И сообщества, которые внутренние в компаниях, они имеют вот это очень сильное ограничение, и оно является, например, блокирующим фактором участвовать в каких-либо таких сообществах, в тех компаниях, в которых я работал, с которыми я работал. Сообщества же, которые находятся на свободном рынке, которые привлекают к себе участников или своих там резидентов, не привязанные к конкретной компании, это, ну, мне кажется, за этим будущее, потому что постепенно эти сообщества агрегируют в себе основные компетенции, основные новости, основную экспертизу, и если сообщество построено по правильным принципам, с радостью делится эта экспертиза как со своими резидентами, так и с наружным миром, назовем это. И, на мой взгляд, именно сообщества будут тем самым драйвером роста профессионального развития каждого своего участника, живые сообщества, условно, которые позволят построить карьеру, если ты хочешь работать наемником, и развиваться к профессионалу в тот область, который ты выберешь для себя. Поэтому я считаю, что нужно все-таки выбирать для себя те сообщества, которые близки тебе по твоей профессиональной кривой развития, и активно принимать в них участие. Ну, во-первых, на шутку сообщества, почему профессиональные, да? В первую очередь, конечно, сообщество именно профессионалов. Ну, краткое описание, какой профессионал, тот, кто подтверждает, клядется, обещает использовать свои знания и умения для выполнения работы, действительно тот человек, который делает порученную ему работу лучше, или там какие-то задания лучше, чем большинство. То есть тот, который делает профессионали с минимальным количеством сил и с максимальным количеством качества. Мы в свое время разработали некий манифест профессионалов, некий документ, в котором попытались определить, кто является профессионалом для нас, и кого мы хотели видеть в собственных рядах. То есть это мои любимые семь характеристик, которые в свое время сформулировал один из профессоров Гарвардского университета, приверженность интересам, наличие теоретических знаний, владение необходимыми практиками, какими-то там навыками, приемами умения, оформулировать целостное суждение в условиях этической неопределенности, систему к обучению, мой любимый – это свое время, оплата своего труда, ну и, соответственно, участие в развитии профессионального сообщества. Вот эти семь характеристик, они позволяют отработать как в режиме «Соучужой». То есть имеется в виду, кого ты хотел бы видеть, вот в круглый текст, с кем ты постоянно общаешься, и, соответственно, подходит ли человек под эти характеристики или нет. В дополнение к ним является некие 10 признаков, опять же, которые мы разработали, которые определяют те самые отличия профессионалов от непрофессионалов. Мне очень нравится третий, шестой и седьмой, то есть полнода охвата предметов, когда ты то, чем ты занимаешься профессионально, то область, которую ты занимаешься, а ты ее полностью охватываешь. Ты не частично что-то не знаешь, а знаешь ее полностью. То есть ты ее четко сегментируешь и детально, глобально в ней разбираешься. Высокая скорость выполнения профессиональных действий, это означает, что ты должен просто делать все быстро, но без потери качества. Ну и, соответственно, интуиция, но не зная оригинальность. Сейчас очень много говорят про мир ВУКа, про то, что все вокруг меняется и так далее, но очень часто люди, которые говорят, что вслед за этим изменением нужно меняться, не отдают себе отчета, что не все изменения, как говорится, одинаково полезны. Потому что вот у меня есть живой пример, я на своих тренингах часто его привожу. У меня есть знакомая, которая больше 35 лет, которая получила, по-моему, уже 4 высших образования, огромное количество прошло курсов, там повышение квалификации и так далее, но вот за эти 35 с лишним лет не работала ни одного дня. Она сразу после первого универа, когда она закончила, начал повышать квалификацию, обучаться, в следующую высшую получать еще одну. То есть смысл в том, что она постоянно менялась под изменяющиеся условия, постоянно накапливала какие-то знания, которые давала образование, но при этом эти знания нигде не применяла. То есть она считала, что надо еще подучиться, я все у нее не до конца знаю. И мне кажется, что это очень большая проблема, которая существует вообще на нашем рынке, когда люди отдают слишком большое, ну, слишком часто считают, что то, что они обучаются под изменяющиеся условия, является гарантом какого-то профессионального роста. Вот нифига. Вот на мой взгляд, нифига, потому что для того, чтобы действительно становиться профессионалом, нужно вспомнить про первые семь признаков и сказать, что у тебя должны быть навыки и приемы. В обычном вручении ты их не получишь, нужно постоянно проверять на практике. Это некая такая урабороса. То есть ты с одной стороны постоянно учишься, а с другой стороны постоянно применяешься на практике, определяешь, что тебе нужно, как система с обратной связью. То есть сначала ты что-то делаешь, получаешь результат и проверяешь его, нужно что-то тебе переучить или доизучать. Вот в мире ВУКа, который нас сейчас окружает, вот это направление сильно потеряется, потому что люди предпочитают просто учиться. Увидели интересный тренинг – ура, пойду учиться. Увидели интересный вебинар – ура, пойду послушаю. И так далее, и так далее, и так далее. То есть фокус внимания очень сильно растеивается. Вроде бы изучаешь полезные вещи с точки зрения, как тебе кажется, а эффект не дает. У меня, опять же, даже в нашем клубе есть несколько ребят, которые руководили проектов, с достаточно большим опытом, которые много чего изучили. И сейчас говорят, слушай, я столько времени потратил на изучение всего, я так много уже знаю, только никто не хочет покупать мои знания, никто не хочет мне платить эти деньги, которые я хочу получать. То есть не все предлагают, как работа обычно руководит проект, говорят, ну типа все, больше нам не нужно. То есть вот этот оверквалифайд, так называемый термин, он очень сильно начинает давлеть, когда ты распыляешь фокус свое внимание и расширяешься, ну прям смотришь широко-широко. Мне кажется, нужно иметь все-таки вектор своего развития и понимать, куда двигаться. А чтобы хорошо его понимать, нужно понимать ту модель компетенции, которую ты хочешь у себя воссоздать. То есть какой модели компетенции ты хочешь соответствовать профессиональной. И на мой взгляд, профессиональное сообщество, возвращаясь к началу своего длинного спича, профессиональное сообщество позволяет посмотреть на практики других, как бы ты развивался, если бы пошел по выборному им пути, то есть увидеть полученный результат. Поэтому если мы говорим опять про профессиональное сообщество, нужно выбирать те, которые очень близки к твоему вектору развития, чтобы посмотреть на людей, которые уже, возможно, прошли чуть дальше, чем ты по пути развития, и понять, где они, возможно, сделали лишнюю петлю, которую ты не должен делать, или, наоборот, где они выбрали идеальный такой вектор скольжения, по которому ты тоже хотел бы пойти. Ну, признаки я сказал. Ну, теперь связь, да, вот ключевая связь моего повествования, то есть как профессиональные сообщества могут стать инструментом увеличения ценностей проектного офиса. Как я говорил ранее, я построил, я строил достаточно большое количество проектных офисов, управлял ими, перестраивался, из руин создавал и так далее. В чем основная, ну, скажем так, проблема проектного офиса? Проектный офис чаще всего не встроен в единую цепочку создания ценностей внутри компании. Когда компания начинает от классического подхода прямого управления переходить к процессному подходу, она процессы проектного офиса, вообще проектного управления чаще всего не затрагивает, потому что они не являются цепочкой создания настоящей ценности. Она приходит, отстранение проектного офиса и его процесс происходит чуть позже. Как только он возникает, вот короткий период, когда проектный офис живет достаточно комфортно внутри компании и чувствует, что он востребован. Но очень часто компании после проектного подхода начинают переходить к продуктовому подходу. Я не говорю красивое модное слово «джайл», я говорю именно к продуктовому, когда мы начинаем мыслить категориями продуктов и начинаем мыслить категориями юнит-экономики. Именно в этот момент проектный офис начинает очень сильно опаздывать. Опаздывать в том смысле, что он выпадает из процессов создания ценностей. Он становится либо контролирующим, либо мониторинговым центром. И чаще руководители, часто очень проектных офисов, не осознают опасности и рисков этого. То есть они пытаются продолжать применять процессные подходы проектного управления там, где компания перестраивается уже на другие рельсы. Поэтому очень часто проектный офис оттесняется в сторону. И именно одна из причин, по которым они умирают, а средний цикл жизни проектных офисов, в этом случае, до 2019 года, стал проектом 18 месяцев. То есть 18 месяцев разрушения, перестроек, новая глава. Ну и так далее, как и циклы, идущие. Есть исключения, безусловно, но то, что я вижу на рынке, всегда показывает, что чаще всего проектный офис разваливается. Ровно потому, что их начинают воспринимать как некий отобизм, который особо компании не нужен. Который, когда он не появлялся, какие-нибудь EGL coach, и все, проектный офис почти сразу же зарубается словами, что эти нам не нужны. Вот. И на мысли, что проектный офис, он должен не то, что даже быть бизнес-партнером, это достаточно сложно делать, если ты не в противном изменении. Я думаю, что проектный офис должен просто трансформироваться даже со своей сутевой части. То есть он должен переставать быть проектным офисом. Проектная экспертиза – это всего лишь набор практик, которые ты должен уметь применять в той или иной деятельности. На мой взгляд, проектный менеджер – это тоже уже достаточно такое понятие, ну, почти атовизм. Объясню, почему я очень хорошо отношусь к PM и вообще уважаю этих ребят. Но я считаю, что навыки проектного менеджмента должны быть у любого управленца. Абсолютно у любого. То есть роль как проектного менеджера, она мультифункциональна, она кросс-функциональна. То есть ты должен уметь, как PM, работать совершенно разное. Ну, то есть ты должен уметь применять проектные методы, особенно в разных областях. Где ты не работал, а работаешь в юридическом департаменте, должен уметь вести проекты. Работаешь, скажем, в HR, должен уметь вести проекты и использовать правильные методики. Проектный офис как центр экспертизы для этого должен быть. То есть он должен как бы аккумулировать себе, но это одна из функций. То есть вот в моем понимании сейчас проектный офис – это одна из функций некого центра компетенции, который должен тебе, как я себе сейчас понимаю, содержать и центр компетенции по изменениям, и центр компетенции по развитию стратегии, и центр компетенции по проектному управлению, и центр компетенции по продуктовому управлению. По сути своей, это центр компетенции всего того, чем живет компания. И вот когда проектный офис начнет себя формировать и воспринимать ровно в таком виде, Когда он начнет понимать, что именно вот эти компетенции, то, что он накопил, является ценностью, и он легкостью встраивается в любую цепочку создания ценностей, он станет тем самым бизнес-партнером для бизнеса. В обычной роли я проектный офис, бизнес-партнер, но в каких-то компаниях, возможно, это работает. То, что вижу я, чаще всего это совсем не то. То есть, сколько я не работал с людьми, которые занимают позиции руководителя проектного офиса в строительстве, в IT, в банковской сфере, в совершенно разных областях, они все сидят в неком ожидании сокращения, увольнения или еще чего-то. То есть, они постоянно сидят напрягом. И они постоянно пытаются ценность проектного офиса продать. То есть, придерживаясь, я проектный офис, я умею делать то, то, давайте это делать. Но, вот как я и сказал в середине, о том, что время, вот промежуток времени, когда твои процессы проектного управления, проектного офиса совпадают с процессами, которые есть в компании, он очень короткий. И компания очень быстро уходит от обычных процессов, она переходит уже, собственно, сейчас, к разному роду развитию продуктов, продуктов, сервисов и так далее. А проектный офис делать достаточно тяжело. Есть вариант развития сервиса. Я внедрял несколько сервисных моделей проектного офиса. Штука тоже рабочая, но, честно, у меня порой возникает ощущение, что проектный офис превращается в парней в спецовках. То есть, знаете, которые в розетке, чем приходит, парень в синий спецовке, ковыряется в розетке. Все вроде бы особо не замечают, потому что, ну, что-то делает инженеры, слава богу. Вот с проектным офисом происходит примерно то же самое. То есть, его начинают воспринимать, как парни в спецовке. То есть, его тут же говорят, а, вы работаете по сервисам, значит, вы работаете почти как айтиловские наши команды, отлично, значит, давайте мы вас подойти. Ну, это, собственно говоря, одна из таких проблем. Так вот, к чему я это говорил? К тому, что, почему важно сообщество именно в рамках, в плотном изобретении проектного офиса сообщества, или даже создание сообщества. Потому что, что такое сообщество? Это человек пытается самореализоваться. То есть, если смотреть на пирамиду Маслову, которую вы сейчас видите на слайде, это говорит не о том, когда я нахожусь на первом, втором или третьем уровне. Это говорит о том, когда я нахожусь на пятом, шестом или седьмом. То есть, когда у меня идет вот мое самое познавание какое-то, самовыражение и так далее. То есть, сообщество позволяет тебе самовыражовываться и смотреть на самовыражовывание других. То есть, когда ты начинаешь думать уже о ценностях, и вот когда ты начинаешь мыслить категориями ценностей, в этот момент тебе нужна та самая окружение, которая разделяет твою точку зрения. И сообщество в этом смысле очень хороший инструмент. Проектный офис идеально подходит для того, чтобы строить вокруг себя сообщество. Но, опять же, строить сообщество на уровне проектного управления – это здорово, но это путь в тупик. Мне кажется, смотреть нужно шире, смотреть выше и двигаться все-таки в сторону того, что является трендом управления изменениями, управления продуктами. То есть, вот как бы забирать эти компетенции к себе. Как только компетенция набрала, проявила себя как центр компетенции, все, бинго, тебе повезло. Что дает профессиональное сообщество? То есть, развитие компетенции, площадь для именно опыта, как я и сказал, интенсивный нетворкинг, репутация профессионала и так далее. То есть, вот это все то, что мы испытали у себя в PMPro Club, и то, что, соответственно, для нас привезли к инстинстинции того, что мы провели там за 2-3 года. Ну, плюс клубная соцмерка, конечно же. Интересы профессионального сообщества. Вот здесь я изобразил то, что у нас было актуально год назад. Сейчас интересы постоянно меняются. То есть, если раньше наш небольшой кружок, там, 3 года назад образовался вокруг любителей и полупрофессионалов, может, даже профессионалов проектного управления, постепенно мы поняли, что проектное управление – одна из частей менеджмента общего. Поэтому сейчас мы охватываем за чуть больше количества областей, включая там и финансы, и общий менеджмент, и все остальные части, и HR, и так далее, и так далее. То есть, смысл в том, что мы тоже пытаемся охватить компетенциями больше, чем было у нас изначально, чтобы эти компетенции тесно переплетаются друг с другом. И часто для того, чтобы получить истинную ценность, нам приходится работать на смежных областях. А проектное управление, опять же говорю, если смотреть просто на управление, это очень маленький сегментик, такой тоненький сегментик, в котором несколько людей, толкаясь локтями, пытаются доказать, что они лучше всего разбираются в проектном управлении, чем окружающие. Поэтому мне кажется, что все-таки будущее за, так называемые, T-people, да, то есть те, которые цепляют соседние компетенции. Ну, соответственно, ценности к нему – это практика, которую я вывел там из последних трех лет тоже работы. То есть это вот как раз набор сервисов, там, Сабин, я передо мной рассказывал про сервисы. Вот это тоже некая инкарнация этих сервисов. То есть мы говорили о том, что у нас единое окно сбора инициатив, о том, что у нас мы управим портфелем проектов, а это включает в себя не только управление и отчетность, но в том числе и инвестиционную оценку. Мы включали в себя отчетность, то есть не просто отчетность, вот красивые картинки, красивые дашборды, а мы пытались построить некую систему помощи при принятии решений. То есть чтобы, глядя на картинку, у C-Level, то есть у Совета дикторов, возникало желание или потребность принять какое-то решение. Причем решение не об увольнении, а решение относительно тех данных, что они видели. То есть решение по развитию какого-то проекта или, соответственно, по закрытию какого-то проекта. То есть они должны были принять решение для того, чтобы оптимальным способом использовать ресурсы компании для достижения стратегических целей. Поэтому стратегия стояла на первом месте. Мы всегда пытались подвизаться к стратегиям. Кстати, думаю, многие коллеги из проекта выписали прямо то же самое. Ну и, соответственно, прокачка компетенции. Скажу честно, прокачка компетенции проектных менеджеров, которые делают проектный офис, это мне всегда казалось очень скучным и неинтересным занятием. Ровно потому, что если человек чем-то реально хочет научиться, он работает либо в режиме менторства, ментиментора, либо, соответственно, он просто изучает что-то сам. Вот эти вот обучения, давайте соберем всех HR-ов и научим их проектному управлению, причем HR-ов, это какие-нибудь рпши, которые называют, да, в виде проектов. Я всегда нынешал на это, ну, с такой, знаете, древнерусской тоской, потому что понимал, что это просто потраченные часы на подготовку, часы на проведение, и эффект это нифига не дает. Ровно потому, что это ценность должна быть, то есть это должна быть ценность для людей прийти и послушать. Если ты пришел в столб, если ты освоишь проектное управление из нашей PMP, твоя зарплата увеличится на 50%, поверьте, вот центры, параметрика, когда он сейчас принимает экзамен, его в ней будут ставить очереди просто, не прекращаясь, и очень желающие получить PMP. Пока ценностей нету, пока люди для себя не понимают, зачем очередь нужно, все попытки компании обучить их чему-то, чего люди не понимают, как им это применить и что им это даст, лично им бесполезно. Ну, опять же, вот Женя упоминал управление изменениями, да, я считаю, что про сайт в этом смысле очень хорошо подошло к делу своему, когда он продвигает свой подход к управлению изменениями, говорит о том, что с изменениями нужно работать на всех уровнях, не только на уровне организации, но на уровне людей, доносить до людей мысли, а зачем это нужно лично? Ну, соответственно, в взаимосвязи PMP чисто наглядно приложил, чтобы показать, как PMP с кем взаимодействует, а важный момент, когда в PMP, как и через единую точку входа с точки зрения идей попадают какие-то идеи, если PMP не способны эти идеи оценить здраво и дать по ним объективную оценку, это означает, что у них нет компетенции, что эту функцию у них отнимут. Поэтому вот этот внутренний корпоративный акселератор, вот эта функция, где можно брать компетенции, это опять же те же самые сообщества, когда можно очень быстро и очень эффективно собрать необходимые материалы, даже обычные чек-листы о том, как правильно оценивать идеи. Мне кажется, это очень хороший ход, когда проект NoEx начинает смотреть шире и думать не только об управлении проектом, но и смотреть на идеи. Когда идеи возникают внутри компании, эту идею можно было бы применить. Кому интересно, посмотрите опыт Северстали, с точки зрения того, как они внедрили у себя процесс управления идеями, поверьте, вы будете приятно удивлены. Я, в общем, тоже был очень удивлен, когда узнал, как они все это организовали. Ну, это такой этот маленький хайлайт. Ну, соответственно, консенсия PMO, то есть в классической форме, о которой я говорил, это вот то, что вы видите сейчас, единое окно приемки идеи, как дополнительная функция, потом проработка и анализ, запуск проектов, категоризация и так далее. Вот все то, что вы здесь видите, это относится к, по сути, такой поддерживающей функции, которая истинной ценности не несет. Потому что я уверен, что любой собственник, который управляет портфелем своих инвестиционных проектов, прекрасно представляет, зачем он вкладывает в них деньги, что он с этого хочет получить. Поэтому попытка обернуть все это в красивую обертку со словами, «Вау, да мы тут вам график такое покажем, да зависимость такую покажем», это все сопутствующая функция. Вот это все истинной ценности сейчас уже не несет, оно сопутно, то есть это дополнительное что-то. Вот за этим дополнительным что-то под ним должно стоять истинная ценность. И чтобы эту истинную ценность достичь, как я сказал, нужно двигаться в сторону партнерства с бизнесом на уровне не проектного управления, а значительно шире. Ну, в общем-то, я постарался уложиться в тайминг, не отнять время от коллег, которые будут выступать после меня. Надеюсь, вам было во всем случае хотя бы любопытно. Женя, тебе слово. Спасибо большое. Да, ты прям вот минута в минуту практически. Очень, да, смотри, там есть у тебя вопрос в чате от Ивана Зверева. Он очень хочет в клуб, но у него какая-то ошибка. Иван, вот если на экране еще говорит, у меня болтается QR-код, стукнитесь ко мне в Facebook, мы всем просто решим. Спасибо большое, Арсений. Смотрите, на самом деле, Арсений очень правильно сказал, что нужно выбрать тот вектор, который вы хотите в качестве своего развития и в соответствии с ним выбирать различные там проектные… Оговорочка про сообщество, в принципе, сообщество выбирать. Вот, и на самом деле, если вы посмотрите там наших партнеров сегодня, да, в основном это тоже там различные проектные сообщества, это там питерский, питерский чаптор PMI, московский чаптор PMI, PMProClub. То есть, PMProClub, он вроде как про PM, но он на самом деле куда шире, если посмотреть там дискуссии, они там доходят до государственного управления, я не удивлюсь, если скоро там министры будут подключаться и обсуждать все эти истории. Поэтому очень рекомендую посмотреть, изучить и действительно выбрать какие-то интересные для себя сообщества и вектора развития. Большое спасибо, Арсений. Если будут еще вопросы, задавайте в чат, либо вот успевайте, успевайте отсканировать, я не знаю, там может банковский счет или еще что-то, я сейчас сам не успел. Мы тогда эту сессию опять закрываем, буквально там через минуту вернемся. Ну, а следующая сессия у нас будет с Карлосом Серро, очень интересная. Она будет про выгоды, но она будет полностью без перевода. То есть мы решили, что если делать последовательный перевод, мы сильно увеличим времени и либо сожмем материал. Материал очень интересный, поэтому Карлос постарается говорить на каком понятном английском, назовем это так. Все, вернемся через минутку. Всем счастливо.